В этом году Читинский зоопарк отмечает свое 20-летие. Он был построен на территории бывшего детского сада в 1994 году. На момент открытия в нем насчитывалось порядка 130 зверей и более 70 птиц. На сегодняшний день в зоопарке содержится около 1000 разнообразных животных. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя. Событие неординарное, 20 лет зоопарку. И за это время мы, конечно, многое достигли, многое добились. А главное, сохранили зоопарк и приумножили его достижения. Здесь большая заслуга Анатолия Дмитриевича Михайлева, мэра города Читы. Потому что это зоопарк муниципального значения. В 2011 году нас приняли в Евроазиатскую ассоциацию зоопарков. 56 стран мира проголосовали за нас. И в 2014 году, 20 марта, земля федерального назначения, где был обозначен зоопарк, была передана муниципалитету. Сейчас прямая дорога для изготовления концепции развития зоопарка, проекта и строительства. В коллекции зоопарка много зверей и птиц, занесенных в Красную книгу. Большинство из них попали сюда не от хорошей жизни. Кого-то подкинули, а кто-то был спасен от гибели и передан на содержание. Например, черного грифа Петруху с травмой крыла привезли в зоопарк из Даурского заповедника. На протяжении многих лет он радует посетителей. Такая же история случилась и с леопардом Руссо, которого в апреле 2009 года подбросили в клетки к дверям зоопарка. Дети с животными знакомятся с первых книжек. Самая первая книжка это всегда о животных. Там кот, лиса, медведь, волк, заяц. Они все дети познакомились с книжкой, когда в хорошей теплой обстановке родители знакомятся с этими животными. И затем, когда они приходят в зоопарк и видят это уже в натуре, и говорят, что это волк, а это лиса, а это заяц. Ну, понимаете, родители радуют. Радует вот то сближение ребенка и родителей, бабушки, дедушки со своими внуками. Это приятно, это приводит к тому, что дети становятся добрыми, растут добрыми. И чем чаще мы посещаем дети зоопарк, они не вырастут вандалами, они не будут ломать на площади те ледяные скульптуры или другие моменты, которые сегодня у нас есть. Действительно, для такого количества зверей площадь существующего зоопарка давно стала тесной. Леопарду, тиграм, кабану, изюбрю, верблюду, лисицам и волкам не то чтобы мало места. Из-за небольшой территории вольеров им негде укрыться от посетителей и отдохнуть, походить, побегать и размяться, чтобы правильно физически развиваться. На основе московского зоопарка рационов мы, конечно, делаем рацион, который подходит для нашего региона. То есть здесь учитываются климатические условия. То есть, конечно, Москва и мы отличаются по климатическому условию и прочее, и по микро- и макроклимату. То есть, учитывая все это, мы подбираем свои рационы для каждого животного, чтобы оно чувствовало себя комфортно. За день питомцы съедают почти центнер сена, а еще мясо, рыбу, крупу, семечки подсолнуха, фрукты и мед. Посещаемость зоопарка в праздничные дни достигает одной тысячи человек, а в среднем за год он успевает принять порядка 93 тысяч посетителей. Это говорит о том, что Читинский зоопарк является одним из самых наиболее посещаемых в нашей стране. Вот пришли посмотреть, погода очень хорошая, поэтому пошли в зоопарк посмотреть сразу, как тут животные давно не были. В каком зоопарке? Нравится вашим Читинскому? Да, конечно, нравится. Лучше что можно предложить, здесь лучше больше ничего и нет. Веселая и дружная семья Здесь весело, чирикая и звонковая Зверяны с нетерпением ждут тебя И сцены этот храм живой природы И для потомков наших сохраним И снова в строчку распахнет ворота Читинский зоопарк, друзья, в своих мы сохраним И в строчку распахнет волшебные ворота Администрация Читы уже выделила в лесу около Шилова 18 гектаров земли Здесь построят новый дом для животных Однако денег на возведение зоопарка, к сожалению, пока нет Леана Ситхалилова, Анна Хвостова, специальная для Забонфору Продолжение следует...